Брэд Питт признался, что был бы просто счастлив взять обратно свои слова, которые он однажды адресовал Дженнифер Энистон. Ведь он позволил себе высказаться публично о своей жизни с Энистон в оскорбительном тоне. Он прямо заявил, что жизнь с Дженнифер была невыносимо скучной и довела его до края. Ведь именно во время его брака с Энистон он начал злоупотреблять алкоголем и марихуаной. Я стал противен сам себе. Я сидел на диване и курил травку. Я без конца нажимал кнопки телепульта, пытаясь найти кино об интересной жизни, поскольку моя вовсе не была таковой. И все дело было в моем браке. Я пытался делать вид, что с ним все хорошо, хотя это вовсе не было так. Такое признание сделал актер через несколько лет после расставания с Энистон. И вот Питт осознал, что был совершенно неправ. Он сделал то заявление под влиянием своего увлечения Анджелины Джоли, которая оказалась ему тогда просто идеалом подруги жизни. Брэд с энтузиазмом заявлял, что очень доволен правильным выбором, который сделал, и тем, что обрел Анджелину, женщину, которую он обожает. Прошло не так много времени, и брак Питта с Джоли рухнул с оглушительным скандалом. Но еще до того, как это произошло, Брэд понял, что погорячился. Он публично извинился перед Дженнифер и заверил, что в том, как сложилась их семейная жизнь, виноват только он сам. К счастью, Энистон, несмотря на то, что была очень уязвлена критикой Питта в ее адрес, приняла его извинения. И это позволило Брэду после расставания с Анджелиной восстановить отношения с Дженнифер. Как известно, сначала она пригласила его на свое 50-летие. А теперь они поддерживают контакт даже во время самоизоляции. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своими мыслями. Сделай свой вклад в развитие канала. Подпишись, пиши комментарии, ставь лайки, поделись хорошим настроением с друзьями и не пропускай очень интересные и скандальные новости на самые разнообразные темы. Новые выпуски выходят ежедневно. Приятного времяпровождения на канале Самое Интересное.